Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу вам посоветовать различные способы борьбы с порослью, которая иногда, хотим мы этого или не хотим, но встречается на наших участках. Особенно если вам достался старый участок, приусадебный, где уже росли плодовые деревья, кустарники, либо просто заброшенный. Очень много сил садоводы тратят на то, чтобы вывести наконец всю ненужную сорную растительность и привести землю в идеальное состояние. И как же бывает обидно, когда то тут, то там, из-под земли вновь вырастает кустик. Будь это кустик ивы или кустик сливы-порослевки. Поверьте, даже такая плодовая культура, как местные сорта сливы, способны изрядно подпортить настроение садоводу. Что же такое поросль? Для начала разберемся. Поросль – это то, что вырастает из спящих почек на корнях, на стволе, у основания ствола, у деревьев и кустарников. Многие кустарники и некоторые породы деревьев обладают способностью давать побеги возобновления, вот эти вот веточки, прямо из-под земли от корня, особенно если он поврежден. Так они распространяются. Поросль на плодовых деревьях крайне нежелательна, ведь она оттягивает все силы от плодоношения на свой рост. Поэтому, если она появляется на стволе, у его основания, или от корней плодового дерева, мы ее обязательно удаляем. И чем лучше мы ее вырежем, тем будет лучше для дерева. Если на стволе, мы срезаем на кольцо по краю наплыва и обязательно замазываем. У основания ствола от пня, или если это корневая поросль, обязательно отгребаем почву от основания поросли как можно глубже, как можно ниже, чтобы найти то место, откуда она растет, и тоже вырезаем. Все эти раскопанные ямы потом обязательно засыпаем. Но бывает такая ситуация, что поросль от дикорастущих растений, кустарников, от той же самой местной сливы порослевки. В таком случае есть два разных способа. Один экологически чистый, безопасный, но трудоемкий. Второй не очень безопасный, но действенный. Из-за того, что корней очень много, очень сложно бывает выкопать все корни той же сливы, либо какого-нибудь кустарника, который приполз вам со стороны леса. В таком случае борьба превращается в войну на истощение. Вам нужно будет ежегодно как можно полнее выкапывать, вытягивать эти корни. Второй случай – это использование системных гербицидов. При этом наносить нужно точечно, именно на листья этих кустарников, либо деревьев, которые год за годом вырастают у вас на участке. Понадобится не менее двух таких гербицидных обработок. Системный гербицид имеет особенность такую. Впитавшись в ткань листа, он разносится по всему растению, глубоко проникая в корни и нарушает обмен веществ, из-за чего в течение двух-трех недель растение постепенно засыхает. Некоторые сохраняются, до некоторых не дошло, и обработку нужно повторить. Уточняю, наносить гербициды нужно будет не сплошным слоем, а именно точечно на те растения, которые вы собираетесь убрать. Наносить можно при помощи маленького пульверизатора, либо кисти. Вы обмакиваете ее в раствор гербицида и наносите на листочки вот этой вот нежелательной поросли. В таком случае вы избавитесь в течение сезона от нежелательной поросли на участке, и он у вас будет идеально красивым и ровным, и причинять как можно меньше беспокойств. Просветание вам и вашему саду, и пускай на ваших газонах будет только идеальная трава и никакой дикой поросли. До новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»